Прошлой осенью на Змину Ташмуратову избил муж сестры. Вместе с мамой она приехала к зятю домой, чтобы забрать детей и вещи после того, как ее сестра ушла от него. Женщина тогда находилась на седьмом месяце беременности, но домашнего тирана это не остановило, и он решил выместить злость на ней. Мужчина выбил ей несколько зубов, повредил челюсть и сломал нос. Пришлось наложить несколько швов на лицо, а еще ударил в живот. Ребенок родился раньше срока. У них была с мужем проблема, с сестрой. И мы поехали туда забрать вещи сестры. И он прибежал ко мне, с первого мою маму избил. И прибежал он. Я не знала даже, не ожидала. Он избил меня. Я упала и пинался на живот два раза. Сына порок сердцем родился. Спустя 11 месяцев мужчину представили к суду. Его обвиняли по статье «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью». Самое суровое наказание по ней – лишение свободы сроком до двух лет. Но судья вынес наказание мягче. Суд учил, что потерпевшие старые сами пошли в лом Эхожева для выяснения значения. Приговором суда по суду ему признан виновым мышлением причинения средней тяжести вреда здоровью. И ему назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на один год. Потерпевшие с приговором не согласны и намерены подавать апелляцию. Практически каждый день в СМИ появляются новости о насилии в отношении женщин. Их бьют, над ними издеваются, доводят до суицида и убивают. За последние два с половиной года домашние агрессоры убили 300 женщин. Почти 900 получили тяжелые травмы. Чуть меньше 800 жертвам нанесен средний ущерб здоровью. Только в июле этого года за один месяц с сообщениями о бытовом насилии в полицию обратились 10 тысяч казахстанок по всей стране. Общественники и юристы уже несколько лет бьются за ужесточение наказания по статьям, которые применяют к бытовому насилию. В первую очередь криминализировать побои и нанесение легкого вреда здоровью. Нужно решать, вставить вопрос о введении уголовной ответственности за семейно-бытовое насилие, в том числе за побои. Не только за семейно, а в целом за побои. Одним из эффективных способов наказания за побои и за легкий вред здоровью, я считаю, это общественные работы, ограничение свободы, либо лишение свободы на небольшие сроки. Система штрафов и административных арестов, говорит юрист, показала себя неэффективной. И только уголовное наказание может показать домашнему тирану, что распускать руки незаконно. При этом общественники просят, чтобы насилие именно в семье, где нужно защищать, а не бить, в судах рассматривали как отягчающие обстоятельства.